Добрый вечер! Хотелось бы поделиться своими планами о прочтении книг и показать те книги, которые я отобрала, для чтения летом, ну, может быть, и даже на осень, потому что немножечко планы такие смелые у меня. Это первая книга Бурышкин «Москва купеческая». Издательство «Москва. Столица. 1990 год». Автор переиздаваемой книги Павел Афанасьевич Бурышкин родился в 1887 году в России, а умер в 1953 году в Париже. Эта книга была издана тиражом 150 тысяч экземпляров. И по аннотации книг говорится, что это первое советское переиздание книги о московских купеческих родах, впервые вышедшей в Нью-Йорке в 1954 году. Автор сам из числа последних представителей некогда славянского столичного сословия. Ну, я думаю, что эта книга будет мне интересна. Вторая книга – это «Любовь в жизни Льва Толстого» Жданова. Это биограф Льва Николаевича, была издана издательством «Планета» в 1993 году. И в аннотации говорится, что эта книга исследователя творчества Льва Николаевича Толстого, знатока и хранителя его рукописей, была написана и издана в 1928 году. И с тех пор не переиздавалась. На богатом документальном материале автор тактично затрагивает одну из сложившихся, интимнейших сторон жизни великого писателя. Содержание тоже была издана тиражом 75 тысяч экземпляров в книге. Есть фотографии. К Льву Николаевичу Толстому я, если честно сказать, отношусь неоднозначно. Ну, может быть, после прочтения книги у меня не хочется именно узнать об их отношениях с женой. И, может быть, мое мнение изменится. Вот, потому что... Еще одна книга «С любовью и тревогой». Это «О Москве», издательство «Советский писатель», 1990 год. Такая объемная, с иллюстрациями, с фотографиями. Именно сборник посвящен защите памятников истории и культуры Москвы, проблемам реставрации утраченных архитектурных ценностей и путем дальнейшего развития столицы. Содержание можно посмотреть. Еще одна книга – это «Пресняков. Российские самодерцы». Издательство «Москва. Книга. 1990 год». Вот Пресняков. В исторических очерках выдающегося русского ученого Преснякова в годы жизни 1870-1929 рассказывается о самодержавных правителях русской земли царях Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Александре I, Николая I. И также об истории становления московского государства. Еще одна книга – «История древнего мира и средних веков». Авторы Виппер и Васильев. Издательство «Москва. Республика. 1993 год». В аннотации как раз говорится о том, что предполагаемые во книге русских ученых неоднократно издавались в России до 1917 года и пользовались широкой популярностью не только как учебники для российских гимназий, но и как увлекательное чтение по истории зарубежных стран. Хотелось бы тоже прочитать это все, следовать, а потом поделиться своим мнением с вами. Книга Тючева. При дворе двух императоров. Историка-мемориальная библиотека. При дворе двух императоров. Воспоминания дневники. Издательство Тула. 1990 год. Это воспоминания дневники Анны Федоровны Тютчевой, старшей дочери великого русского поэта. Впервые были опубликованы в издательстве Собашниковых. И вышла первоначальным тиражом в четырех тысяч экземплярах. И стали библиографической редкостью. Тоже хотелось бы прочитать. Про мемориат. Дочь известного русского поэта Анны Федоровны Тютчевой была фрейлиной жены Александра II. Мои, Марии Александровны. А затем воспитательной младшей воспитательницы младших детей императорской четы. Ответы. 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 отложила и трехтомник лескова и трехтомник лесков и хотелось перечитать Достоевского это дневник писателя издательства Азбука униженные и оскорбленные идет издательства 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 художественной литературы 1990-й год недавно приобретенное издательство издательства издательства Сырный издательства 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 или езо Продолжение следует...